Выставка, пахнущая деревом и льняным маслом, открылась в Центре декоративно-прикладного творчества. На ней представлены более 30 изделий резчика-любителя Андрея Рочева. Есть среди них и уникальная богородская игрушка «Сова Дергун». О том, как творил мастер и кому посвятил свою первую авторскую выставку, расскажет Любовь Пермякова. Это богородская резьба. Она идет как вешалка, как игрушка. Можно вешать. А, и она вставляет крылья. Классно. Вот в прошлом году больше нравятся людям вот такие совы. Автор выставки Андрей Рочев показывает нам богородскую сову. Такая деревянная птица имеет почти 350-летнюю историю. Именно столько лет назад в православном сердце России, недалеко от города Сергеев-Пасад, на живописном холме реки Куньи в селе Богородское стали создавать деревянные игрушки и скульптуры. Там этому ремеслу будущих умельцев мастера обучают несколько лет. Автор выставки «Резьба по дереву» художественный промысел освоил сам. У меня много профессий. В деревне я работал кочегаром, потом работал на Ренмарс-строе слесарем-сантехником. Шесть лет. А откуда такая вот тяга тогда к искусству? И кто это учил вас делать? Сами учились? Ну, нигде не учился. Образование у меня художественное никакого нет. Так, своими руками посмотрел где-то что-то. Ну, в наше время сейчас интернет, сила большая. Но, как признаётся Андрей Леонидович, идеи для творчества он черпает не только из интернета. Знакомые и близкие часто просят вырезать северного оленя, шкатулки с розами, хозяина леса медведя и даже жителей потустороннего мира, домовых. Их, кстати, в коллекции мастера тоже немало. Все изделия проходят так называемую экологическую обработку. Отсюда и незабываемый аромат. Структура хорошая и запах такой приятный. Поделки покрываю в основном льняным маслом, лаком стараюсь не покрывать. Вот первые были, что не нравится. А вот льняное масло, и запах, и цвет сохраняется. Кстати, открывшуюся сегодня выставку «Резьба по дереву» Андрей Леонидович посвятил памяти своего отца Леонида Елисеевича Рочева, которому в этот день исполнилось бы 70 лет. Именно он привил любовь сына к народному творчеству. Впереди у автора множество идей. Сегодня одну из них он успел воплотить в жизнь. И вот эту лодочку, которую я держу, вы знаете, она прямо вот сделана буквально сегодня. Эту лодочку Андрей Леонидович попробовал сделать по ушкуйской лодочке. И я думаю, что она может быть замечательным сувениром деревянного зодчества, который будет напоминать о пребывании в городе Наринмаре от встречи со старым пустозерском. Эта лодочка скоро отправится в большое плавание. Сотрудники Центра декоративно-прикладного творчества планируют дарить её в качестве сувенира гостям фестиваля и ассамблей творческих встреч, проводимых в Ненецком округе. Выставку можно будет посетить до конца марта. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».